Под центнер маргарина и сахара, сотни килограммов муки, 400 яиц. Такой в этом году кубанский каравай. Над настоящим произведением искусства почти неделю трудились технологи Пашковского хлебозавода. Испекли целое хлебное поле. Всё, чем богато Кубань. Растительное масло, значит обязательно должно быть подсолнце. У нас есть здесь вот початки кукурузы. Затем мельница. У нас очень много мукомольных предприятий. Затем у нас будут фрукты, потому что у нас много садоводческих предприятий, которые тоже вносят вклад в экономику нашего края. И, конечно же, тоже виноделие. Главный виновник торжества весит 160 килограммов. Выпечен уже из муки нового урожая. А в этом году он рекордный. Впервые за всю историю Кубань собрала больше 9 миллионов тонн зерна. При этом основной зерновой культуры озимой пшеницы получено 8 миллионов тонн. Это общая победа ученых, агрономов, механизаторов и водителей комбайнов. По традиции всех чествуют на дне урожая. Праздник такой же грандиозный, как и сам Кубанский каравай 2014. На сцене больше тысячи артистов. Лучшие профессиональные и самодеятельные музыкальные коллективы края. А в зале тысячи гостей со всех районов Кубани, даже самых отдаленных станиц и хуторов. Сразу несколько муниципалитетов в этом году рекордсмены. В Тимошевском, Каневском и Брюховецком с одного гектара получили более 64 центнеров зерна. А некоторые хозяйства и вовсе перепрыгнули планку, показав, что можно собрать и 75 центнеров с гектара. Вырастить такой урожай помогли современные технологии и, конечно, хлеборобы, те, кто ежедневно трудится на селе, порой без сна и отдыха. Они лучше других знают цену добытого хлеба. К простым труженикам сегодня и обратился губернатор Александр Ткачев. Мы анализировали, естественно, этот высокий урожай. Главное – это наш профессионализм, наш опыт, наше отношение к труду, наша новая техника, новые технологии, наши ученые с их высокоурожайными и сортами. А в целом, это наши труженики Кубани. Мы сделали это. Мы поднялись на небывалую высоту. И с чем я вас всех от души поздравляю. Мы поступательно движемся вперед. И никто и ничто нас не остановит. Мы будем, как всегда, обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Мы будем делать все, чтобы наша Кубань становилась каждый годом все лучше. И уровень жизни становился все выше и выше. Низкий поклон нашим труженикам, механизаторам, комбайнерам, всем тем, кто был на передовой, не жалея себя, создавал этот бесценный урожай. Экипажи комбайнов, водители грузовиков, простые рабочие с натруженными ладонями. Чтобы румяный каравай попал на стол, свои усилия прилагают труженики более 120 профессий. Все они победители жатвы 2014 года. Соревнования проходят ежегодно на Кубани среди фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Кто больше намолотил и перевез зерна, определяет комиссия. Но борются участники скорее не за призы, а за общий результат. Ведь от него в итоге зависит вес всего кубанского каравая. Отличникам уборочной страды глава региона вручил почетные дипломы и премии, а чемпионам – ключи от автомобилей. Внимание в зале! Чемпионы жатвы 2014! Три автомобиля в этот раз уехали в Каневской, Староминской и Ейские районы. Сергей Белик – один из чемпионов. Намолотил с напарником больше 41 тысячи центнеров зерна. Признается, шел к победе 8 лет. Все это время подъем в 5 утра. Работа под палящим солнцем и вот битва за урожай выиграно. Продуваем комбайн, мажем, все ремни натягиваем, цепки протягиваем, все регулируем. И в часов 8-9 выезжаем в поле. И до часов 12 ночи мы находимся в поле. Вся жизнь одна мечта – попасть сюда, в Краснодар и выиграть машину. Краснодарский край остается крупным игроком на мировом рынке зерна. Регион не только обеспечивает себя зерном и мукой, но и наращивает объемы экспорта. И, по всей видимости, новые рекорды еще впереди. Хорошие виды в этом году также на урожай риса, сои, подсолнечника и овощей. Воловой сбор зерна с учетом кукурузы и риса составит более 13 миллионов тонн. Значит, одну из главных задач обеспечения продовольственной безопасности страны Кубань точно выполнит. Сельское хозяйство снова самая прибыльная, самая динамично растущая отрасль экономики. К помощь аграриям в крае работают десятки программ. Только в этом году общий объем господдержки составил около 8 миллиардов рублей. Благодаря этому на Кубанские поля приходит новая техника мирового уровня, современные технологии, высокоурожайные сорта, лучшие научные разработки. Хочу поблагодарить правительство Российской Федерации, нашего президента, которому, конечно, непросто. Мы, как никто, понимаем его и всячески поддерживаем. Слава нашему президенту! Хочу поблагодарить парламент Кубани, который все эти годы, все эти дни был рядом с нами. И за эти годы, из-за намного правильных, очень важных законов, поддерживающих наш кубанский агросектор. 2014 год войдет в историю Кубани. Он стал переломным не только для региона, но и для всей страны. С триумфом провели зимнюю Олимпиаду, а теперь еще собрали небывалый урожай хлеба. Возвращение Крыма из Севастополя в состав России вызвали небывалый подъем патриотизма, гордости за свою страну. Страна вспомнила, какая она сильная и успешная, когда она единая. Весь мир тоже вспомнил. Вспомнил и испугался. И начал грозить санкциями. И здесь я могу сказать одно. Нет худо без добра. Станет меньше импорта. Ну и хорошо. Зато на прилавках магазинов станет больше натуральных, полезных кубанских продуктов. А значит, будет расти экономика нашего края. Новыми точками роста станут овощеводство, животноводство, производство мяса птицы, молока, переработка. Работы впереди, как всегда, очень много. Но когда нас это пугало? Аграрии сделали все, чтобы ни один колосок не остался в поле. Но окончание тяжелой страды – лишь передышка. Осень – время, когда закладывают основу будущего урожая пшеницы. Евгений Вольский, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар.